Я вчера заехал в Макдональдс. Часто заезжаю, когда не успеваю кушать, приготовить. Потом остановился напротив Ленинской администрации и понял, что Магнитогорск город свиней, что ли. Что же вы делаете-то? Неужели сложно в машине свой мусор довезти до ближайшей мусорки и выкинуть? Но Магнитогорск еще город хамов и баранов. Ну, хамы это те, кто поворачивает из правого ряда на левый и из левого ряда на правый. Часто вы это делаете? Ну, значит, вот ваш автопортрет, скажем так. Точнее, портрет в красках. Что еще интересно? Человек Магнитогорский, он такой крутой, что ли. Вот он сидит в своей вонючей машинке, в различной ценовой категории. И он в ней царь горы. Затем потом он бьется и стоит так репу. Человек же, ты уже и не царь, лох с горы. Но мы для тех, кто имеет голову. Да, такое случается. Машины иногда бьются, причем не так сильно. И иногда вам нет необходимости просто ехать, ну, из-за небольшой царапины, допустим, и попадать на каску. Потому что там страховщики такие тарифы лупят, что просто мама не говорит. Просто приехали сюда, дружба 33. А, вот это здесь находится, напротив Горгаза. Вы знаете, это комбинат бытового обслуживания. Здесь сейчас еще и одно подразделение по быстрому ремонту бамперов. Их же здесь и красят. Причем краску подбирают здесь же. То есть цена вопроса, ну, копейки. Теперь подумайте, стоит ли вам вообще что-то ждать, если вы чуть-чуть-чуть-чуть лоханулись. Магнитогорск – это типичный американский город с самым отвратительным движением в мире. Этому поражаются и жители Екатеринбурга, и гости из обеих столиц. Питавшаяся с годами зависть провоцировала абсолютный пофигизм и бесконечную наглость водителей, перенастоящих в потрясающее количество ДТП каждый день. Но потеря автомобиля, и пусть даже ни одного в семье, – это не самая приятная процедура, которую вы могли бы избежать, просто снизив скорость, будучи внимательнее и вежливее на дороге. Конечно, живя по законам, одного полицейского патруля, выписывающего уже громадные штрафы за беспредел магнитогорцев, на дороге хватило бы. Конечно, живя по понятиям, ну, как в 90-х, за вот такие косички чувак бы просто лишился квартирки. Но лучшее наказание – это вот такие красивые аварии, ожидание службы разборов и много-много проблем на ровном месте. Да мало того, жадность и зависть вышибают мозги из водятлов. И им уже не вдомек, что в некоторых случаях проще заделать косички из своего кармана, косички и пострадавшего в том числе, и не влететь потом на страховку. И я вам намекаю, что уже существует общая база у страховщиков, и отмазаться-то не удастся. Часто по городу ездим, и в большинстве случаев видим дорожно-транспортные происшествия, в которых нету больших проблем. То есть, ну, у человека отвалился бампер, а машина новенькая. Все сейчас любят эти кредитные автомобили, дебильные немножко такие. Там бамперочек будет идти, и стоить он будет дорого. Какой выход? Выход один – приехать к нам мы сделаем качественно, быстро и дешево в течение двух дней. Из моего детства я помню, что бампер – это была такая штука, которой можно было, ну, березу сносить. Хотя пробовал снести, не получилось. Современные автомобили имеют пластиковые бампера. Это какая-то защита или просто обтекатель? Просто обтекатель. И там никакой конструкционной прочности нет, получается? На самом бампере прочности нет. За бампером стоит усилитель и все такое, остальное дальше. То есть бампер – это расходный материал. Отличный расходный материал, в некоторых случаях, который стоит, как самолет. Да. Хорошо. А если, допустим, у человека, ну, ушки там оторвались на фарах, на радиаторе, тоже можно отремонтировать? Можно отремонтировать, все можно сделать быстро. И это не так дорого? Недорого. Нет, недорого. Ну, бампер обойдется в 2000 рублей. С покраской, что ли? Да. Ну и чуть-чуть экономии, если кому-то не вдомет, то объясняю. Все ваши крашеные обтекатели при восстановлении должного уровня не отличить от новых. Сетками сейчас работают только мухи-дрозофилы из былых 90-х прошлого века. Новый бампер стоит как минимум 10 тысяч рублей. Ремонт вы слышали сколько? Не для самых тупых. Для тех, кто все-таки ждет комиссаров. Вы, наглотавшись впечатлений, можете хоть чуть-чуть заработать, взяв ценник с оригинального бампера, восстановив старый. Ибо на базаре затем вы абсолютно честно будете втирать покупателю, что машина не была бита ну ни разу. Ну что, стало немного полегче? Думаю, да.